30 апреля было проведено заседание правительства в режиме видеоконференции связи под председательством премьер-министра правительства Рустен-Хабибовича Морданова, где был рассмотрен вопрос профилактической работы с неблагополучными семьями и с малолетними детьми обеспечения пожарной безопасности. По итогам заседания правительства мы тоже провели заседание КЧС, куда были приглашены главы сельских поселений, руководители предприятий и организации, работники отдела внутренних дел и МЧС, где были рассмотрены вопросы о пожарной безопасности по Краснокамскому району. С 7-го и 5-го мая на основании принятого распоряжения администрации были созданы две группы. Группу возглавили заместителей главы администрации. В группу вошли... У нас по каждому сельскому поселению загреблено куратора, ответственные работники, это на уровне заместителей, на уровне начальников отделов. И вторая, это группа вошли также главы сельских поселений, представители органов опеки и администрации, представители комиссии по делам несовершеннолетних, представители по делам молодежи, отдела образования, отдела МВД и МЧС. Вот эта работа была проведена, эта работа и дальше будет продолжаться. Поэтому этих работ также было составлено акта, поставлено дата исправления, и дальше комиссии будут выезжать, контролировать. И поэтому вот этих выездов, работы комиссии мы будем созывать заседание КЧС, и будут дополнительно приняты конкретные меры и задачи по устранению выявленных этих замещаний. Также есть распоряжение о выселении работы пожарной безопасности на вселенных пунктах, подписанной администрации района, где также необходимо разработать и осуществить план мероприятий по активизации работы по профилактике пожаров среди населения и организовать дежурство ответственных лиц в период с 1 по 12 мая текущего года. Также отделу образования необходимо провести дополнительные занятия с детьми по изучению противопожарных правил в быту, действий в случае обнаружения пожара, правил применения первичных средств пожаротушения. Также необходимо отделу образования провести родительские собрания с приглашением представителей МВД, МЧС. Наша группа посетила Музяковский, Раздулевский, Никольский, Каривский сельские советы. Было охвачено 35 семей. Есть, конечно, нарушения. Нарушений очень много в плане пожарной безопасности. В первую очередь, конечно, это электропроводка, которую необходимо будет заменить в данных семьях. Сегодня мы охватываем остальные сельские поселения. Работа ведется. На территории Краснокамского района социально опасных семей у нас 69. В них воспитывается 175 несовершеннолетних детей. Есть факты изъятия детей. Так как в данных условиях дети не могут содержаться. Данным категориям семей по составлению акта мы устанавливаем дату, срок устранения неполадок, замечаний. Надеемся, что данная работа будет проводиться и в дальнейшем. Есть в планах у нас ежемесячно обследование данной категории семей. Мы не должны находиться от этих семей далеко. Они должны быть рядом с нами. Мы должны жить их проблемами, их заботами. Так как в этих семьях, как правило, очень много детей воспитывается. И в первую очередь мы должны оказать помощь, посильную помощь данной категории детей. Над этим будем работать. На территории Краснокамского района на сегодняшний день произошло 11 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года было 15. Гибель людей, травмирование на сегодняшний день не зарегистрировано. На территории Республики Башкортостан также наблюдается незначительное снижение пожаров. Но особую тревогу вызывает гибель детей. Так, за прошедшее время, за текущий год, произошел ряд, череда трагических событий, при которых погибло большое количество детей. Так, вот 26 января 2016 года в Гафурийском районе деревни Зереклы, в результате оставления родителей детей без присмотра, при пожаре погибло трое детей в возрасте от 1 до 4 лет. 20 апреля 2016 года в Бакалинском районе в результате пожара в частном жилом доме погибло 5 человек, 3 из которых дети. Причиной пожара является неисправность электрооборудования. 28 апреля текущего года в Балтайческом районе при пожаре также в дыму задохнулось трое детей малолетних, оставленных без присмотра родителями. На следующий день, 29 апреля, произошел пожар в Шаранском районе, где также из-за попустительства родителей, из оставленных без присмотра погибло трое детей. Предполагаемой причиной пожара там являются аварийные также режимы работы электросети. В связи с этим, 30 апреля было проведено правительственное заседание комиссии чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Республики Башкортостан, где главой Республики поставлена задача проверить все многодетные неблагополучные семьи. В Краснокамском районе также 29 числа проведено заседание КЧС и ОПБ, где главой района поставлена задача проверить все многодетные семьи, все семьи, состоящие на всех видах учета. В связи с этим за последние дни проводятся рейды жилого сектора, где особое внимание уделяется состоянию печного оборудования, электрооборудования, электроотопительных приборов, курение в доме, в постели, уборка территорий, состояние территорий, сжигание мусора. Обращаюсь к жителям и гостям города Нефтекамск Краснокамского района о запрете сжигания мусора при уборке территории на расстоянии ближе, чем 50 метров от стани сооружений, лесных массивов, о полном запрете сжигания сухой травы на территории населенных пунктов сельскохозяйственного назначения. В нашем сельском поселении ежегодно мы проводим профилактическую работу по пожарной безопасности. Так вот, 28 апреля этого года мы в трех деревнях провели собрание граждан Ведресева, Опасева, Бектимирова. И третьим вопросом на повестке дня у нас стоял вопрос пожарной безопасности на весенний-летний период. Такое же собрание граждан провели мы в деревне Никольске и в деревне Кувакина. Раздали населению памятки, провели инструктаж с небыполученными семьями, социально опасными семьями, с одинокими проживающими гражданами. Кроме этого, 30-го подворный обход провели совместно с комиссией. В комиссию включили депутатов сельского поселения, старост деревень, школу, директор школы сама участвовала, сама лично глава сельского поселения, заведующая детским садом. И мы провели инструктаж в этих семьях. Рассказали по пожарной безопасности, про происшествия, которые могут произойти. Никто не соблюдает технику пожарной безопасности. В нашем сельском поселении побывала районная комиссия по проведению, значит, по профилактической работе по пожарной безопасности. Районная комиссия в составе заместителей главы администрации, в составе секретаря совета муниципального района, Краснокамский район. Были пожарники, были электрики, были врачи, были образование, культура, опека. Все инстанции, которые должны были проверить данные семьи. Мы были в деревне Никольск, деревне Ведресево, Апасево, Кувакино. Их Мухаммед Нурович всегда отправлял. Знает мужа, везде он работает летом на трех, на четырех техниках, даже пустующие бывают. Он нас знает, поэтому поддержал по программе «Сельский дом». По программе «Сельский дом» попали в 2004-05 году. В 2004 году заявление написала, в 2005 году попали. С 2005 года начали стройку, в 2007 году уже переехали. Восемь детей, три девочки, пять мальчиков. Постоянно бывают счетчики, проверяют газовые. У них всегда свое время. Или в середине осени они приезжают, проверяют газ, чтобы к отоплению были готовы. А эти электрики каждый месяц проверяют. Пороимся уж, детям еще два дома строим, под крошу поставили.